Афробит давно в тренде, и сейчас, когда визуальная сторона тоже подтянулась, в мире нас начинают признавать. Мы стремимся привлечь внимание к нашей культуре. В основном исполнители хотят снимать такие видео где-нибудь в Майами или, скажем, в Британии. Ну а мы хотим, чтобы в мире знали, в Африке полно прекрасных мест для съемок. Многие считают, что в Африке дела идут плохо, но вообще-то мы тут живем и живем счастливо. Мы снимаем местных жителей, и наши видео полны радости, в них все танцуют. И я думаю, мы живем в потрясающее время. В детстве я не думал, что стану режиссером клипов. Я самоучка, я не учился в киношколе, но я всегда замечал, что снято хорошо, а что плохо. Мне очень нравится, когда ко мне приходят музыканты, с которыми я еще не работал. Это шанс показать все свои умения, все сильные стороны. Афробит родился в Африке. В этой музыке африканский ритм. Он пульсирует, как сердце Африки. Мы снимаем клип на мою песню «Пам-пам-пам». «Пам-пам-пам» значит «вдруг», «внезапно» на нашем местном диалекте. Так говорят в моем районе в Нигерии. Внезапно что-то случилось, что-то произошло, и все вдруг стало просто отлично. И еще эта песня про женщин, которых я люблю. Вот так. Видео будет довольно откровенно, так что это на усмотрение родителей. А вообще оно 18+. Оно воспевает африканскую красоту. Африканскую красоту, если вы понимаете, о чем я. Я снимаю по четыре клипа в неделю. В нашем бизнесе все сейчас завалены работой. Хотите, расскажу вам все, как есть. Все музыканты-нигерийцы, с которыми я работал, хотят видео как можно скорее. Они отправляют тебе песню и рассчитывают, что через пару часов ты им выдашь готовую идею для видео. В день съемок группу мы всегда вызываем к полудню. Музыкант заявляется к четырем. Типично по-нигерийски. Съемки заканчиваются, музыкант спрашивает, ну что, ты пришлешь мне видео завтра? Приходится объяснять, мол, чувак, это же целый процесс. На что он говорит, ладно, но ты делай быстрее. Так что на все про все дней 10. От момента, когда я впервые слышу песню, до готового клипа. Такое возможно только в Нигерии. В Нигерии все по-своему. Люди тут другие, обстановка другая. Ну, похожая на остальную Африку. Но все же кое в чем, кое в чем другая. Мне кажется, устройство любой индустрии отражает социальное, политическое, экономическое состояние государства, внутри которого она существует. Бедность, перебои с электричеством, отсутствие инфраструктуры. Но народ здесь очень предприимчивый. Если кто-то скажет, это невозможно, нигерийцы это не остановят. На самом деле, если скажешь, это невозможно, вот тогда нигерийцы обязательно за это возьмется. И вот эти ограничения, отсутствие условий и дали толчок к тому, что мы стали искать свой путь и делать вещи, которые теперь обожает весь континент. Надо понимать, у нас на родине люди реально не втыкали. Эээ, рельсы на съемочной площадке? Ох, это было что-то. Ну, конечно же, мы смогли продвинуться еще и благодаря технологиям. Уже одно то, что камера перестала быть такой громоздкой, что ее можно держать в руках, дало свободу. И дало шанс научиться другим нужным вещам. Я начал пробовать какие-то новые штуки, начал играть со светом, увлекся светотенью. В то время в нигерийских видео все было просто залито светом, плоско, без полутонов. Ко мне даже надолго прилепилась кличка «Повелитель тени». Если у меня была возможность выбрать цвет для фона и цвет одежды артиста, тогда я очень осознанно подходил к этому выбору и достигал того, чего хотел. В 2005-м у нас бывало, что каждый человек на площадке по пять функций выполнял. Производственные цепочки были короткие, весь продакшн состоял из шести человек. Сейчас у меня в команде 24 человека, так что да, бизнес очень вырос. И нигерийские музыкальные видео сейчас по уровню не уступают всем другим. Сегодня мы снимаем видео для рэпера Текно. Как видите, у нас тут дурдом. В клипе занято множество людей. Одних барабанщиков у нас человек 400. Решить снимать на улицах Лагоса — это полное безумие, потому что нужно перекрывать улицы, нужно обеспечить полную безопасность. На сегодняшний день это мой самый крупный проект. Этот клип однозначно нужно снимать в Лагосе и нигде больше. В этой песне говорится, кто живет и дышит, тот может танцевать, может испытывать радость и восторг. Так что если ты живешь и дышишь, то не трать время зря и танцуй. Я поговорил с Ти-Джеем и сказал ему, что я хочу сделать что-то выдающееся. И знаете, у этого парня голова варит. Реально варит. И он сумел все это закрутить, и это будет шедевр. И мне нечего добавить, разве что помоги ему Бог. И мне тоже. Несите воду, нужно вылить сюда ведро. Мне нужен кто-то, кто будет месить эту грязь. Тут все должно быть в ней вымазано. Мы сейчас здесь, и у нас есть только то, что есть. Больше ничего. Шаг вправо, шаг влево уже трудно. То актеров не соберешь, то декораций не достать. Иногда декорации есть, но их на площадку не привезешь. Но я так устроен. Я все время рискую. Все время хочу сделать что-то такое, чего никто не делал. То, что другие делать боятся. Когда мы начнем снимать, всем придется выйти, потому что у нас тут эксклюзив. Для этого клипа у нас хороший бюджет. Лет 5-10 назад люди вообще не понимали, сколько стоит сделать видео. Сейчас в основном все осознают, что на них весь мир смотрит. Так что люди готовы вкладываться, чтобы получить в итоге яркое, классное видео. Артисты в основном выживают за счет того, что делают деньги за границей. И это хорошо, но это не должно диктовать, как им развиваться. Я вижу, что стиль размывается, и это происходит из-за финансовой стороны вопроса. Но мы не должны ориентироваться на заграницу. У нас свой почерк. Чем популярнее мы на Западе, тем дальше мы уходим от того духа, который когда-то и дал жизнь этому движению. И тем чаще исполнители просто делают все по формуле. А Запад всегда Запад. Заберет все и пойдет дальше. А мы останемся ни с чем, если утратим себя. Забудем то, что мы о себе открыли. И будут говорить, да, когда-то у нас был видеобум. Смысл всего этого в том, чтобы повлиять на мировую поп-культуру, смысл всего, что делается, музыки, фильмов, музыкальных видео, заявить о себе. Получить право сказать, вот какие мы, вот какие мы можем рассказать вам истории. Вот зачем это все. Ну, по крайней мере, так должно быть. Все привыкли к западному визуальному стилю, типа, все должны быть стройными, делать то-то, быть одетыми так-то. И когда ты видишь в клипе что-то самобытное, это выглядит интересно, свежо. Все наслаждаются жизнью, люди танцуют на улицах. Это и есть наша культура. Исследование ей и делает наши видео прекрасными и выразительными. Вот она, африканская культура. Если ты африканец, ты узнаешь в этом себя. Я готов этой работой заниматься бесплатно. Я убежден, что не нужно уезжать из страны, что нужно оставаться и передавать свой опыт молодежи. Я горжусь тем, что стал частью этого креативного бума, связанного с Афробитом и с видео. Очень горжусь. Режиссер Аскар Гаджерли, продюсер Эбби Смит, исполнительные продюсеры Джеймс Гиббен, Фредерик Дюрман и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова